4 ноября 1940 года была заложена центральная усадьба на мысе Сюнай-Сале решением депутатов трудящихся Омской области. И совсем скоро из национального поселка Сюнай-Сале на фронт было призвано 23 человека. Многие не вернулись с поля боя. Благодаря кропотливой работе по восстановлению и сбору данных, сегодня ушедшие на фронт глядят с портретов на сюнай-салинцев в холле сельского дома культуры. Вот с этого маленького села столько ушло на войну. Вот при таких размерах сел в округе такого количества не ушло. Вот я сколько анализировал, да, вот очень многие ушли именно из Сюнай-Сале. И вот, конечно, народ Сюнай-Сале очень тщательно чтит память о своих дедах, братьях. Здесь сегодня отрывается память воинам, которые не вернулись с войны. Это очень здорово, это очень патриотично. И дай Бог, потому что вся Россия, все жители нашего района, поселка, помнили о своих дедах, отцах, которые не вернулись с войны. Почтить память односельчан, не вернувшихся с войны и принесших победу, сеной-салинцы собрались в день открытия меморального обелиска. Минута молчания, цветы, слова благодарности в адрес павших. Дети победителей помнят и передают истории обоем подвиге советского народа из поколения в поколение, чтобы память вечно хранила воспоминания об этой тяжелой паре. Дорогие земляки, еще несколько лет назад нам были известны имена только нескольких ветеранов войны, которые жили у нас в поселке. В ходе поисков нам удалось собрать почти всех, и имена их вы видите сейчас на нашем памятнике. Я от себя лично и от своей семьи хочу поблагодарить администрацию села Ярцеля, депутатов за то, что нам такой памятник сделали. Сын участника Великой Отечественной войны более 20 лет занимается сбором информации о синусилинцах, призванных на фронт. Судьба и места захоронений больше половины фамилий уже известны. Но об успокоении души и сердца говорить еще рано, отметил Виктор Тадибе. Успокоимся, когда, я считаю, что судьба каждого тех людей, которые написаны здесь на этом обелиске, будет известна, боевая судьба там. Но ушел отсюда с поселка, чтобы не было определения, ушел и пропал без вести. Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения тем воинам, которые ушли из нашего поселка, которые полегли на полях сражений. И этим восстановлением обелиска с именами именно наших героев, синусилинцев, мы создаем им должное. Митинг, посвященный Великой Победе, синусилинцы проводят ежегодно. А в этом году, в год 70-летия Победы, жители синусили от мала до велика еще раз собрались у памятника, чтобы отдать дань уважения и памяти воинам Великой Победы. Антонина Сирасхова, Иван Дармаграй. Новости, люди, события, факты.